Отношения между Казахстаном и Китаем стали образцом добрососедства. Об этом говорили на самом высоком уровне. Сегодня в Пекине состоялась официальная церемония встречи Нурсултана Назарбаева и Си Цзиньпина. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества в расширенном формате, подписали пакет документов. Обо всем подробнее расскажет Айгуля Дилова. Проспект Вечного Спокойствия на площади Небесных Ворот Спокойствия. Можно сказать, что это адрес Дома народных собраний главного политического здания Китая, где сегодня и встречают Нурсултана Назарбаева. Здесь даже в названиях улицах важный месседж. Шаг за шагом достигает цели. Крылатый китайский постулат, которому следует и при церемониальных встречах на самом высоком уровне. Под звуки церемониального марша почетный караул выполняет движение, соответствующее государственному визиту. Высшему из встреч на самом высоком уровне. Президент Казахстана в Пекине по личному приглашению Си Цзиньпиня. Да и вообще у двух лидеров особые отношения. Тут свою роль играет и личная дружба между двумя лидерами, что в политике считается больше достоинством, чем недостатком. Не всякий может этим похвастать. Как подтверждение теплым отношениям, казахстанские флаги на центральных улицах Пекина. Си Цзиньпинь со своим казахстанским коллегой очень приветлив и разговорчив. Этот визит призван еще более укрепить тесный политический и не только диалог. Одна из главных тем двустороннего сотрудничества – продолжение развития экономических отношений. У Казахстана и Китая немало точек соприкосновения. Главы двух государств, не откладывая в долгий ящик, буквально сразу же сели за стол переговоров. Наши двухсторонние отношения вдохновляют всех на сотрудничество. Оказывается, начиная с 2012 года мы с вами встречаемся в 18 раз. Это говорит о высокой динамике встречи на высшем уровне, которая определяет и другие отношения. За это время мы подписали 127 двухсторонних документов, коммерческих документов на общую сумму 67 миллиардов долларов. Наши двусторонние отношения всегда поддерживают высокий уровень развития. Стали образцом между дружественными соседями. Мы готовы вместе с Казахстаном идти на пути к построению единой судьбы человечества и приложить ум и труд для открытия более светлого будущего человечества. Я готов вместе с вами управлять рулем большого корабля китайско-казахстанской дружбы. И этот корабль сегодня, по-видимому, набрал еще большую скорость. Синхронно двигаться в одном направлении странам позволяет взаимопонимание по самому широкому спектру вопросов. Переговоры длились еще долго, но уже за закрытыми дверями. Известно, что говорили лидеры об углублении сотрудничества. Председатель КНР выразил надежду на увеличение масштабов импорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана. Мол, казахстанский продукт – высокоэкологичные китайские потребители в его ожидании. Нурсултан Азарбаев же подчеркнул значимость взаимного товарооборота, а вернее его увеличения. Объем взаимной торговли за прошлый год достиг почти 11 миллиардов долларов. Правда, по китайскому статистике 18 миллиардов. Все равно хорошо, любая цифра. Потому что это рост выше, чем 30%. У нас есть еще дальше двухсторонний потенциал. По нашим сотрудничествам в первом квартале только товарооборот составил 2,5 миллиарда, вырос на 17%. И соглашение, которое Китай подписал с Евразийским экономическим союзом, дает большие возможности. Обсуждали главы государств и инновации, сотрудничество в транспортной сфере, финансах, сельском хозяйстве, энергетики, в том числе атомные и возобновляемые. По итогам этой встречи был подписан целый пакет документов. Это, конечно же, совместное заявление глав двух государств. Соглашение по взаимодействию в предотвращении незаконного оборота ядерных материалов. Соглашение и меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в области финансов, инвестиций, а также электронной коммерции. Подписанный и совместный протокол по инспекционным, карантинам и санитарным требованиям говядины, экспортируемые из Казахстана в Китай. Детали переговоров со встречи такого высокого уровня редко становятся известны широкой общественности. Что касается этой встречи, лидеров двух стран, то о ней стало известно, что председатель Си Цзиньпинь очень тепло отзывался о деятельности и результатах работы главы Казахстана. Председатель КНР назвал Нурсултана Назарбаева настоящим лидером Центральной Азии, авторитетным партнером крупных мировых держав. И развитие самого Казахстана, безусловно, вряд ли было возможно без новых идей и реформ, инициированных Нурсултаном Назарбаевым. АПЛОДИСМЕНТЫ Глава государства отметила новые цели и задачи, стоящие сегодня перед Китайской республикой. Нынешний госвизит проходит на фоне активизации внешней политики и подъема экономики Китая после, как говорят здесь, исторического пленума Всекитайского собрания. На нем были приняты судьбоносные для страны решения. Избран новый состав государственных руководителей, за исключением в том числе авторитетного политика Ли Кэтьяна. Он остался на своей прежней должности, премьера-министра госсовета КНР. С ним Нурсултан Азарбаев сегодня тоже провел переговоры. Огромные задачи перед Китаем. И мы, как дружеский сосед, добрый друг, будем всячески поддерживать и помогать ваше начинание. Политическое и экономическое партнерство между нашими странами сейчас выходит на новый уровень. Отношения должны служить примером взаимовыгодно-эффективного сотрудничества. Но сегодня не только о политике и экономике говорили на самом высоком уровне. Совместный кинематограф открывают новые пути сотрудничества. Казахстан и Китай сняли фильм о великом китайском композиторе Сянь Синьхайе, оказавшемся в годы войны в Казахстане, и его дружбе с композитором Бахаджаном Байкадабовым. Главы государств просмотрели отрывок из этого фильма. Лидеры стран пообщались с актерами, сыгравшими главные роли в фильме. В основу фильма легла реальная история, общая. Где на первом месте человеческие отношения. Казахский народ, который всегда следовал принципу помогать и сеять мир. Потому и здесь, в Китае, как и во многих уголках мира, благодарны простому казахскому народу. И в этом наверняка тоже кроется секрет успеха гармоничных и по-настоящему добрых отношений между двумя соседями. Которые сегодня, не забывая о духовном, нацелены и на многовекторное, поступательное, взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Айгуля Дилова, Ежан Ханапьяула, Дулат Интибеков, Хасену Маркулов и Алмасу Маргалеев. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Пекин.